Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Полина Бахова. В эфире Творческая Мастерская. Сегодня в нашей Творческой Мастерской мы будем делать элементы декора в стиле боха. Стиль боха – это природные материалы, травы и природные мотивы. Для этого мы используем мешковину, грубую вот такую вот ткань. Нам понадобятся палочки деревянные, в данном случае подойдут китайские палочки. И различные украшения в виде сухой травы. Чтобы сделать первый наш элемент, нам нужна еще обычная банка, например, из-под старого кофе, либо из-под чего-то другого. И мы будем ее украшать. К этой банке нам нужно добавить вот такую ткань. Для этого мы измеряем нужную нам ширину. Нужно где-то в половину меньше отрезать. И делаем полоску из мешковины. Так, клей-пистолет тем временем мы включим, чтобы он нагревался, потому что все элементы мы будем закреплять клеем горячим. Так, полосочка подготовлена. Закрепляем ее на нашей баночке, которая будет играть роль вазы совсем скоро. С одной стороны. И с другой. Так, закрепили. Ненужную часть ткани мы убираем. Даем клею высохнуть. И еще я украсила бы сверху какой-нибудь красивой тесьмой. Кружево. Сразу совершенно другой вид. Очень нежный, воздушный. Также закрепляем клеем-пистолетом. Натягиваем. И лишнее убираем. Наша вазочка почти готова. В таком деревенском природном стиле. И хорошо бы спрятать горлышко в этой вазочке, чтобы никто даже не догадался, что мы использовали обычную банку. Для этого берем джут, тоже природный материал, и обматываем наше горлышко. Вазочку можно украсить бусинами, опять же обязательно деревянными или какими-то из природных материалов, но не из пластмассы. Чтобы стилистика поддерживалась. Вот наша баночка. Горлышко спрятано. И можно кончики завязать в бант. А на кончики одеть. Вот у меня есть вот такие деревянные бусины. И вид будет законченный, если мы завершим веревочки. Таким элементом. Не нужно убираем. Так, наша ваза готова. Можно смело ставить ее на комод, журнальный столик. И еще один элемент. Это, опять же, панно для цветов. Наши палочки деревянные нужно сложить в форме квадрата. Закрепить по краям. Получится у нас вот такая конструкция. Скрепляем. Скрепляем. Клеим. Даем ему высохнуть, чтобы она не распалась. С четырех сторон закрепляем. Можно еще добавить. Итак, получается у нас такой квадрат. И теперь мы, чтобы скрепление не распалось, можно еще и использовать скотч. И закрепить поплотнее скотчем. Клей скрепил края скотчем. Мы еще ему помогли. У нас получился вот такой квадрат. Но нам нужно расположить его в форме ромба. И, используя жутовую веревку, с одного края мы закрепляем кончик и начинаем, равномерно распределяя слои, делать вот такой кармашек. Можно использовать обычную веревку, которая сделана тоже из жутового материала. Она пошире, и тогда намотка будет быстрее. Еще пару рядочков. Я думаю, что достаточно для нашей задумки. Закрепляем кончик клея. И прячем его вовнутрь. Я думаю, этот скотч можно убрать. Потому что здесь уже скрепилось хорошо. То есть нужно дать время, чтобы клей склеил. У нас получилась вот такая конструкция. И, в принципе, мы практически закончили. Осталось посадить сюда цветочки. У меня вот такая засушенная гортензия. Она высохла и осталась как живая. И на что-то нужно повесить наше панно. Поэтому берем веревочку. Можно взять тесьму. Чтобы было более нежно и красиво. И гармонировало с нашей вазочкой. И закрепляем ее. Делая петельку. Чтобы панно можно было повесить на стену. Здесь даже подойдет размер нашей письмы, чтобы сделать бантик. Кончики срезаем. Вот такая композиция в стиле Буха у нас получилась. Вазочка, панно на стену. Сухие цветы. Выдумывайте, творите. Не бойтесь экспериментировать. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в новых передачах на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»